здравствуйте дорогие друзья сегодня 1 мая мы выехали на рыбалку решили половить рыбку ну и сегодня я вам покажу как у нас происходит испанская рыбалка и пообщаемся с очень интересным человеком зовут его геннадий который нам немножко расскажет вкратце про испанскую рыбалку и что для этого нужно кому нравится рыбалка оставайтесь со мной будет интересно это я обещаю да мы едем сегодня рыбачить мы сегодня идем на река хукер ловить карася короче ловить то что попадется в основном цирк карась цирк карась да ловлю на метод хиробу на так называемый азиатский метод мягкие насадки и поплавки чувствительные удочки кожи чувствительные слишком тоненькие поэтому карп нежелательный нежелательным карпу потому что он ломает удочки иногда и рвет и все подряд поэтому но когда попадать попадается так что цель такая ну есть там присутствует перковка углейка баба по-испански альбурно называет очень мелкая как пиранья живет все подряд поэтому поэтому будем будем думать как мы как с ней бороться будем думать но мы были пару раз там в принципе такие результаты неплохие хорошо так что друзья наш путь начался получается мы едем по трассе самой знаменитой самой длинной средиземноморской трассе асси так друзья приехали на место подготавливаем все три чиндалы для рыбалки геннадий чистит свой стул то после последней рыбалки но не так дождь поливал сильно да я же по зонтикам сидел и смотри все но это уже вот там сумка была блин все понятно так все у нас есть александр александр махни людям вот мы мы выбрали вот такое красивое место вернее мы не выбирали выбирал гена чтобы показать нам как ловить в испании сегодня мы расскажем в принципе не только покажем как рыбу мы расскажем все тонкости и правила ловли рыбы в испании потому что испании не просто так купить удочку и пойти ловить надо еще купить лицензию и много чего вот эти все тонкости нам расскажет корифея испанской рыбалки генн так что товарищ корифей высоты я уже этим стулом пользуюсь три года это тоже китайский до китайский за сколько брал с доставкой где-то в 80 на вышел но не стоит больше там стоит разного есть корейские из корейские очень дорогие берет этот самый ну там на китайский есть тоже сейчас под хорошие этот самый ну опять же проблема в чем бы проблема у нас с адуанной ты снимаешь с адуанной проблема с там можно потому что если ты большую сумму укажешь тебе еще и за этот самый 27 евро как минимум я у меня было пару таких моментов потому что я платил 27 евро за сбор там положены вот у меня есть удочка стоило 30 на нее еще ее за нее 27 за доставку заплатили не за таможню но 57 то это совершенно не ну не то что да ну как бы больно ну когда получается выгоднее на месте покупать она на месте таких удочек особо не купишь вот я сейчас нашел декаталонию сейчас я ее достану просто я езжу часто я сильно не заморачиваюсь то есть тут специальный чехол можно все уложить это вот садок у меня но садок я обычно как все рыбаки вынимаю после первой рыбки то есть кстати у тебя брал да да все дави то есть садок можно и землю но обычно по-нормально вот сюда там вставляется если хорошо хороший берег замечательность у тебя все тут есть специальное крепление то есть регулировали регулировка есть вставляется типа так замечательно но пока мы его как говорится но пока рыбы нет пока все хорошо надеюсь что надо сегодня все кончаем съемку начинаем ты подготавливать место до 1 расскажи мне примитивные грабли для немножко чище чистки дна и вот приближные зоны скажем так и что и очень много было засыпал потому что так понимаю что это корни вот этой вот фигни какой вот которая растение растет я не знаю что это за трава поэтому примитив вот такой есть у меня конечно покрасивее вещи ну так как рыбалка такая бывает что еще теряется не работает не работает сейчас проверим ну ты давай сейчас проверю вот блин и бросаем начинаем немножко сейчас этот соберем сюда ближе к берегу зацепила всего ну вот вытянуло кое-что ко мне ближе подтянулась ну так это ладно я хочу пробить потому что я прошу ради слове очень много было на дне зацепов именно вот это корневой системы поэтому сейчас я попробую еще одно пробить немножко я бы и шляпать я вижу что вот видишь смотри пошли то это именно со дна идут ну да это в принципе зацепы да и зацепы такие что вот оно смотреть а если не сорвано то и там я много оставил поводков с крючками так может сейчас и поводки с крючками достанешь возможно возможно такое все возможно вот оно упало на дно и начинаем потихонечку где-то в сторону да вытягивать да убираем Эти вещи к нам будут приставить. Замечательно. Тогда сейчас получается. Так, хорошо. Весь процесс снимать не будем, покажем, тогда уже ты почистишь. Вот вроде мы не мы, а Геннадий зачистил всё. Ген, тазики мой для чего? Замешивать буду в тазиках. Сейчас мы расскажем про насадки немножко. Так, то есть готовить будешь, да? Ну да, оно в принципе готовится. Давай ближе сюда подойди, чтобы я сильно оттуда не растягивал. Не-не, я подойду конечно. Значит, вот такие есть насадки. Какие-то йосы, да? Да, на Алиэкспресс заказывал. Ну я могу с Россией заказывать, но сейчас, правда, с этим... Покажи ещё раз, поверни меня. Покажи, покажи. Так, вот такие, да? Да, ну это одна тема. Вот ещё есть вот такие. Это моллюски, называется их. Их три вида. Один, два, три. Это более всегда синие. Синие всегда более по холодной воде. Синие в упаковке. В основном, как бы, мы поделились с ребятами. Вот. Это более, может быть, карповая. Вот. Это более здесь немножко идёт с запахом вина. Может быть, какой-то кислостики. Вот. Ну, как бы, работает, но не это самое. Вот. Ещё одна тема. Значит, скажем так, насадки сухие. То есть, чем удобно этот способ, если такая вещь имеешь, то вот ты делаешь компоновки. Их у меня очень маловато оставалось. Мне привезли с Ростова. Вот самая ударная тема. Это вот такие вот, как бы, три идут. Вот это немножко, она скрыльна этим запахом. Это пшеничная. Это картошка с глютеном. Почему? Так я ещё смотрю вот эти глютеном. Да, на такую тему. Вот это тоже тема чуть... Это клей. Клей. Для чего клей? То склеивать насадку более-менее. Вот это тоже. Карась нарисована, тоже для запаха более пшеничной. Вот. Это тоже чисто крильная. Тоже вот с синими упаковками. В основном по холодной воде. Запах криля. То есть, это мясо. Протеины больше здесь. Вот. Вот открыто есть. Это вот. Вот это больше. Это карповая. То есть, то крупная фракция. Ну, блин, я говорю, ее это очень мало. Вот это с клубничным осталось чуть-чуть. То есть, с клубникой тоже карась очень берёт хорошо. Да и карп, ну, в принципе, равницы нет. Вся белая рыба, она достаточно отзывается на это всё. Ну, сам удар на вот это. Вот. Три группы и вот этот ещё карась. Но есть ещё другой. У меня просто закончился. По-моему. По-моему. У меня их же столько здесь. Да. Целый ящик, да, пластик? Ну, да, да, да. Ух ты. Ух ты. Это уже последние остатки, потому что уже доставок. А как ты заказываешь? Это на Алиэкспресс? У него надо будет где-то процентов 50. Ну, вот. Потом где-то процентов 30-40 этого и картошки. Ну, в общем, это тоже. Ну, я скажу так вот. Зрители не поймут. Ты сам вот возьми. Так. Понюхай. И скажи своё впечатление. Ну, запах земляники или клубники что-то. Да? Что-то такое. Это даже, я не знаю. Молока, наверное, просто молоко какое-то. Ну, это вообще пшеничное. Более пшеничное, да. Ну, она похожа, кстати, на кашу пшеничное. Вот, она ещё сухим молоком. Вот это, скорее всего, будет сухим молоком. Это, ну, похоже, как картошка. О, это вообще. Это, блин, просто. Да. Скажи свой пшеничный. Ну, это ваниль. Запах ванили, не знаю. Ну, короче говоря... Очень приятно, да? Вам, ребятам. Ну, запахи очень приятные. Не знаю, как картошка, но я бы ел сам точно. Ну, вот, пожалуйста, вот тебе запах рыбно-креветочный. Крильный. Ну, как тоже его называют. Слышишь, да? Ну, это, знаешь, раньше был аквариумный сухой корм для аквариумных рыбок. Вот такая вот штука. Вот. Это вот X5, да, такой запах? Да. Моллюски. Ну, можешь понюхать моллюски. Моллюски, это имеется в виду мясо... Каракули, как... этих... Улиток. Улиток. Именно улиток, да? Вот, понюхай, да. Ну-ка. Ну, да, 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 да. А вот этих всех белков, ребят. Да, да, да. Это вот такая вот тема. Ну, не знаю, давай пробовать будем. Давай сегодня попробуем. Ну, давай, замешивай, что будешь мешать делать. На Китай, давай. А, вот ещё хотел другую показать тему. Это если для наших... Для наших... Русских зрителей, скажем. Ну, в принципе, это будут русские. Вот это была тема конструктор насадок. Это я заказывал в Москве одного товарища, кто хочет найти. Дмитрий Демьянов. Ну, вот, он собирает вот такие вещи. Набор. Сейчас он в этом году стоит 2 400, по-моему, пересылка 2 400 рублей. Вообще, я бы пересыпал вот сюда. Вот тоже интересная вещь. Вот, например... Ну, вот, понюхай. Это... Примикс называется. Тоже вот такой запах. Ну, вот, я не знаю. Ну, как вот передать его... Ну, классный запах. Сам бы ел, честное слово. Ну, такой какой-то с кашами. Типа, благородный запах. Ну, он тоже сладкость дает. И вот осталось чуть-чуть у меня... Так, этот парень, который ты упомянул, он... Так, вот уже полный, прям наполненный продает? Да, да. Он собирает из китайских компонентов, вот, все это дело, и потом продает. В общем, в России карась, в Москве... Там везде он работает. У меня тоже здесь он очень работает. В Испании тоже работает, да? Работает без проблем. То есть, ты можешь сделать вот этот примикс, он называется, он сладкость дает. Значит, есть база. Немножко запахом рыбным идет база. А потом добавляешь примикса. И обязательно было окно. В окно, которое связывает... Связывает тесто. И делает такую сетку. Ух ты! Интересно, да. Вот тоже... То есть, все по-научному, да? Ну, да. Проблема с доставкой. У меня лично проблема. А, вот еще есть капли. Которые также он продает. Ну, нужны для него, для этого набора. Но он продает, для новичков он продает. Вот капли. Что он продает? Вот это что у тебя? Это... Ну, это наборки конструктора насада. Чтобы они были вот этого китайского. Вот у него все в одном... Весе это он тоже продает там? Да. Он дает для новичков. В комплекте. Потому что все его... Он все сам вымерил. Ага. Все своими трудами. И... И да. Вот такие бутылочки идут. Вот эта мерка для воды. Ага. То есть, вот наливаешь воду. Значит, вот... Ну, капли... Я не знаю. Попробуй. Хочешь? Попробуй. На запах. Тут вообще капец. Тут просто... Жесть. Да. Ну, тут уже больше такая... Мягкая-мягкая такая ванильная валерьянка. Ну, ванильная... Я бы ее назвал ванильная валерьянка. Это китайская медицина, как они ее называют. Вот. Мерные стаканчики идут. Все отмеряется. Так. Все хорошо. Говори, какой сегодня мы будем делать компонент. Я вот тоже вот думаю, вот думаю. Думаю. Что сегодня намотить. Сделаем, наверное, вот небольшую дозу китайского. Так. Так. Где у меня средняя? Только что я стаканчик держал, пока. Ну, вот. Ветерок есть? Ну, ладно. Ничего страшного. Сработаем здесь. То есть, ну, вот это у меня все здесь так наставлено. Потому что, в принципе, все равно стараюсь. Ну, еще, наверное, со старых рыбок этих осталось. Нет удалов. Прикормки всякие разные. У меня просто нет ни с собой места. Значит, будем делать... Будем делать вот таким вот образом. Вот. Берем стаканчик мерный. И будем насыпать по чуть-чуть. Ну, я обычно делаю, чтобы было видно. Вот, допустим, это возьмем-ка сегодня как базу. Уже вода более-менее прогревается. То есть, сейчас мы насыпем, ну, на мерный стаканчик процентов 40-50. Ну-ка, давай-ка заснимем стаканчик. Где-то 40-50 где-то. Ну, я, знаешь, если честно, я не особо заморачиваюсь. Да, не знаю почему, блин. Есть люди, конечно, заморачиваются сильно. Вот. Следующий компонент. Вот этот идет. Это как называется компонент? Ну, это быстрая атака называется. А, быстрая атака? Да. Его сколько? Ну, если эта база где-то будет 50, то где-то процентов 30-40. Беру. Ага. Туда-сюда. И потом еще и креветки. Это все нормально? Это нормально. Потому что, когда делаешь такой вот набор, не знаешь, какой еще предпочтительный вкус у рыбы. и поэтому, когда оно все, в принципе, в компонентах, ну, совместно, оно... Ага. Ну, хорошо. Ну, вот так вот немножечко, да, дадим запахом, как из 5-го. И последний штрих, это вот эта вещь. Это что за вещь? Ну, эта вещь тоже система быстро-быстро. Так, это старый призрак. Это их компонент. Здесь картошка с глюкедом и запахом, ну, как они говорят, молока, переводим мы. То есть, вот мы как раз добавляем, где-то процентов 20 надо добавлять на всю эту тему. Вот. Все. Вот такой у нас стаканчик. Нам хватит на пару часов, я думаю, вовлю без проблем. Нет, значит, еще подмешаемся. Какие вы антилегенты? Вот. Вот таким вот образом оно, не знаю, может нас... Ну, вот сюда нет, лучше снег поставь. Вот. Таким компонентом оно идет тройным. Ну, да. А, вот. Потом, что мы делаем? Вот у нас есть такой стаканчик, вот высыпаем. Вот. Секундочку. Вот. Очень вытереть. Чем чашка больше, тем, конечно, лучше, чем удобнее. Чашки тоже специально брал, но он, как бы, за год они уже, второй год служат, и немножко к нему не так прилипает это все дело. Ну, вот. Просто берем, высыпаем это сюда, и столько же берем воды. На всякий случай чуть-чуть отольем. И вот таким вот образом раз. И начинаешь вот таким образом перемешивать. Значит, чтобы, в принципе, весь состав покрылся, ну, замочился водой, скажем так, замочился водой. Пропитался. Да, еще может чуть-чуть больше. Все. Так оно должно быть не такой ровной массой. Сейчас все увидишь. Сейчас все увидишь. Даже еще чуть-чуть добавлю, чтобы было это. Будем сегодня на колобке, увидим на протяжку, потому что здесь укулейка. Все. Вот это дело должно настояться пять минут. Приблизительно. А через пять минут мы покажем дальше. Выключай. Хорошо. Вот уже смотри, я только руки помыл. Смотри на дно. Подожди, подожди. Вот это вот. Еще раз. Видишь, только руки чуть-чуть помыл. Так. И уже все это дело, оно все отражается на дне. Ага. Видишь? Да, да. Вот. И что это значит? Что на дне? Это значит, что эта насадка, она сыпется. И этим привлекает, привлекает рыбу. Отлично. Так. Сейчас процесс пошел, дальше снимаем. Ну, в общем, еще есть пшено, настойное на водки, на муксусе. Там, в общем, специально это самое. Ну, не знаю. В общем, иногда я добавляю тоже. И, в принципе, это можно и в точку бросать зимой. В точку вовли. Ну, зимой имеешь в виду в Испании, да? То есть, как бы... Нет, ну, как бы в Испании. Китайцы применяют это дело и так. У себя. Это, в принципе, все это их технология. Все это тема. Ихняя, скажем так. Вот я в пенечек, потому что что там нет. Ну, хорошо. Так. О приманках мы закончили, да, речь держать? Да. Сейчас еще пару минут, и мы будем собирать все вместе, чтобы все в куче, чтобы видно было. Хорошо. Все, договорились. То есть, вот. Ждем. Так что, Ген? Ну, что, наша насадка вот впитала воду, она уже должна была все взять запахи, там все дела. Немножко я еще добавил того самого. И тут... Чего это? Пшена этого ферментирована, потому что здесь укулейка. Вот. И начинаем вот таким вот образом собирать ее немножко в кучу. Вот. То есть, ты берешь, что все забирается. Вот. Замешиваться таким образом, чтобы у тебя уже, ну, собиралась кучу. То есть, ну, в колобочек. Иначе, но потом на крючке держаться не будет. Поэтому вот так это все по стенкам собирается. А клей ты уже туда закинул? Ну, тут присутствует клей. Я пока для сегодняшней рыбалки, можно добавить отдельно, если будет не хватать. Но я хочу пока сегодня наколотки ловить. Это достаточно здесь во всех компонентах этого клея. Не хочу сильно немножко волокнистых. По крайней мере, на начальном этапе. Вот. Сейчас мы проверим. Видишь, оно уже начинает вот собираться. Вот. Мы таким вот образом разбиваем волокна, которые присутствуют во всех насадках. Они, в принципе, и как бы и как самостоятельно могут работать. Ну, не знаю. Можно делать вот такие прямиксы. Видишь, уже начинает собираться. Ну, то есть, мы сейчас соберем. И для того, чтобы закрепить, как говорится, эту тему сбора, вот, еще это дело сжимается. Вот таким вот образом. Так он у тебя такой привлекательный стал. Все, да. Вот он сжимается. И, по идее, вот сейчас должны показаться волокна. Вот смотри. Все видят, да? Ну, по идее, да. То есть, они уже все сработали. Вот эти волокна, они, скажем так, но шапка достаточно мягкая. И она должна нам, как бы, держаться на крючке. Так. Ну, так что, раскладываем удочки? Да. Будем, будем, будем раскладывать удочки. И клюет он, да? Да ничего я не видел. Пока тут клева такого нет. Хотя бы я засниму, как ты сидишь на твоем чудо стульчике. На моем чудо стульчике. Речка, блин, речка, конечно, это серьезное дело. Ну, смотри, получается у тебя крепеж и сачок там, и удочка у тебя. Все тела, да? Да. Еще у меня есть страховки специальные такие, на всякий случай. Если что-то крупное попадет, ну или когда ты отлучаешься, желательно не оставлять удочку, потому что легко она может выйти. Вот, вот, тема такая, вот, ты поделаешь подтяжку и затапливаешь леску. Видишь, все время гонщик удочки, кустик лежит в воде. Это не влияет сильно на тот самый, на ветер, на ветровое течение и на все остальное. Вот, видишь, вот, все, он даже не дает ему выпуститься. Видишь? Ну, ладно, будем ждать. Будем ждать, да. Видишь, это еще выдувает. Вот первая поклевка. У кого она? У Александра. Так, Александр. Спасибо. Первая поклевочка. Это что у нас? Это у нас карасик. Карасик? Хороший ладошечный карасик, даже может чуть побольше. Вот такой карасик, да? Да. Отлично. Так что, теперь его надо... Ну, вот ладошка. Да. Чисто... Подождите. Ну, вот чистая ладошка, да, на ладошку карасик. Так теперь его надо в сачок? Да. Сейчас я найду. Так вот он, вот он. Вот он, да. Все, первый есть. Теперь слово товарищ Геннадий за вами, как я понимаю. Мы пока настраиваемся, да? Ну, хорошо. Ну, хорошо.